здравствуйте 5 ноября 2016 пока еще года канала готовка программа периферийное зрение меня зовут сергей окунев данной исторической эпохи остался ровно год сегодня очень знаковый день всех рад приветствовать вчера к сожалению нас полноценного эфира не моей программы не программ веществом мальцов плохие новости не было поэтому сегодня вот внеочередной эфир по случаю юбилея можно так сказать до один год до новой исторической эпохи видим слышим очень хорошо как видите у нас снова новые декорации снова новые в кабинете мы находимся это не просто кабинет мы на этот раз не оккупировали чьи это помещение как это происходит обычно мы находимся в нашем доме о котором очень много говорили находимся мы в московской области одинцовский район поселок лохина ну где мы еще можем быть кроме как в лохина улица родниковая дом 22 сегодня у нас здесь 19 часов встречи уже люди подтягиваются там я не знаю с наверное 16 часов или даже с утра некоторые пришли вот поэтому всех приглашаем кто еще не знал можете прийти вот как раз вы подойдете а я закончу спущусь к вам и можем пообщаться читать что же естественно здесь номер телефона который у нас будет находиться в этом доме звучит следующим образом 8 953 25 11 17 практически стихами заговорил давайте какой-нибудь вопрос отвечу на ваш не видел вас целые сутки даже больше что-то подвисает это очень плохо это реально без шуток плохо виснет странно странно есть контакт нет все тормозит подвисает виснет рывками очень плохо так но я даже не знаю потому что интернет у нас показывает нормально есть наверное youtube что-то опять голову делает но напишите нормально или нет я вообще не картавлю я не знаю с чего взять что я картавлю не у меня много дефектов речи но я не картавлю на чем я остановился давайте наверное повторю потому что я не знаю оборвалось пишет находимся мы в доме в нашем о котором уже говорили в московской области одинцовский район поселок лохина улица родниковая 22 номер телефона по которому вы можете позвонить 8 953 25 11 17 стихами я сегодня заговорил не случайно про стихи мы еще сегодня обязательно поговорим поэтому у нас сегодня в 19 00 здесь вот встреча вячеслав вячеславович тут дима игнатьев пишу дима куда-то забыли никуда не забыли дима с нами на первом этаже сейчас как раз людей встречает вот но это что касается да и людей встречает естественно у нас уже первые гости как я сказал сегодня самого раннего утра вот гости у нас выглядит вот так вот на таком автомобиле я обращаюсь к нашим соратникам я помню как у нас было был конфликт скажем тогда с определенными людьми перед самым началом выборов но все эту историю знаете с наружниками и потом нам в общем-то скинули всю подробную информацию об этих людях то есть наши соратники обладают информацией вот данный автомобиль в общем-то ведет наружное наблюдение за нашим домом и за нами вот поэтому просьба к нашим соратникам если у кого-то есть возможность то вы нам как-нибудь можете анонимно совершенно спокойно прислать информацию о владельцах или людях которые используют данный автомобиль спасибо наружка да все правильно да ну и в общем то 5 ноября сегодня не только год до новой исторической эпохи но и 49 лет назад день рождения останкин останкинской телебашни вот сегодня мы в москве так или иначе ну по крайней мере очень рядом с москвой находимся в останкинская телебашня у многих вызывают какие-то негативные впечатления так как это телевидение да игла кощея как ее называют я вот очень люблю останкинскую телебашню раньше меня там на работал товарищи я там очень часто был на смотровой площадке хотят ну в общем был так часто сейчас такой возможности к сожалению нет и как-то вот останкин не знаю для меня это очень интересное символичное место но и в истории россии если вы посмотрите она тоже очень символичная а пятого ноября опять-таки 99 лет назад ленин потребовал развернуть практическую подготовку к восстанию но я не буду никак комментировать это я думаю что вячеслав вячеславович может быть сегодня что-то по этому поводу скажет но у ленина заняло до получается два дня практическая подготовка к восстанию заняла два дня посмотрим 4 ноября день рождения игоря талькова вчера вот не были мы в эфире 60 лет могло исполниться в общем то ну что естественно это определенный тоже символ эпохи голос эпохи я вот в общем то не застал в живых так или иначе но там может быть очень отдаленно до игоря талькова но в общем слушаю конечно его песни я думаю что большинство наших зрителей слушают его песни я знаю что вячеслав с ним знаком не был но он увидел однажды и там есть с этим связана романтическая история и рассказать не могу потому что не знаю хочет ли этого не читала что я сегодня ему задам этот вопрос расскажет ли он эту романтическую историю кстати по моему даже как-то рассказывал в эфире но очень давно могу ошибаться да и 5 ноября всемирный день мужчин поэтому их всех мужчин зрителей программа периферийное зрение программа подготовка канала подготовка программа плохие новости но и всех наших соратников в общем-то поздравляю с этим днем всех женщин прошу поздравить своих мужчин с всемирным днем да то есть 8 марта всем известно в общем то а вот 5 ноября я вот например только в этом году узнал кстати интересно почитать какая подоплека я не знаю какая подоплека у всемирного дня мужчин если она такая же как и у всемирного дня женщин настолько же сомнительная до 8 марта то может быть и не стоит никого поздравлять но можно абстрагироваться и поэтому мужики всех с праздником до 23 февраля вот сразу все вспомнили я тоже об этом подумал да ну и вот очень много людей возвращаясь к вашим вопросам сейчас мы к вопросам тоже подойдем возвращаясь к вашим вопросам очень многие нам прислали известную историю про которую камикадзе заснял видео неплохое видео интервью на о картинке с пушкиным и тисаком многие об этом знают спрашивают как можно помочь этому человеку для тех кто не в курсе поясню что на молодого человека даже по младше меня если не ошибаюсь возбудили уголовное дело за сохраненную картинку в контакте то есть даже не размещена сохраненную картинку где постановочная фотография где человек который похож на пушкина но мне очень похож на самом деле но пушкин будем считать так и максим марцинкевич тисак его держит в общем-то с определенным с определенной фразой да и не могу произнести потому что таком случае и полностью повторю в общем состав этого преступления но я думаю все понимают о чем я говорю видели абсолютный бред конечно же безусловно никакого разжигания на розни в этой картинке нету это совершенно сто процентов и вот спрашивают как этому человеку помочь но безусловно мы вот и в поезде об этом разговаривали да что таким людям нужна помощь в первую очередь профессиональная юридическая но все равно нужно всегда понимать что дело в общем спасение утопающих да как известно это дело рук самих утопающих вот этот молодой человек я посмотрел его интервью полностью в общем-то он совершил ряд ключевых ошибок согласился на государственного адвоката и только потом уже когда у него там первые допросы прошли он от него отказался благо к счастью хотя бы в последнюю последствий отказался в общем то несколько фраз таких как следователи претензии нет следователи нормальные ребята вот я хочу обратиться к нашим зрителям и вкусно в точности вчера повторил эту фразу я с ней агласьеи тоже на определенном опыте да может быть не таком богатым как у кого-то но тоже на протеренном опыте вот такие нормальные следователи нормальные ребята а нормальные парни, которые там без протокола с вами по-пацански поговорят, вот они вас и закроют, это 100%. Это железобетонно, то есть если вдруг у вас появляется ощущение, что, наверное, ну вот этот следователь, он, может быть, там его заставляют, кто-то. Уголовные дела заводят не начальство, вот не генералы, не колокольцев сидит и заводит на вас уголовные дела. Заводят вот эти нормальные следователи, которые нормально с вами разговаривают, без протокола и так далее. Поэтому будьте осторожны и, в общем-то, никогда вот не поддавайтесь на такие вещи. Был ли Хуторской на открытии? Во-первых, открытие будет сегодня, если вы про наш домик. Открытие будет сегодня в 19.00. Пока мы его не видели, хотя, я думаю, он в курсе, мы его приглашали. Надеемся, что придет. Почему нет? Да, вот продолжая историю про Пушкина и Тесака, Верховный суд постановил, что только за репосты сажать не стоит. Очень мне нравится эта формулировка, то есть абсолютное нарушение Конституции России, то есть нарушение десятка законов и федеральных, и международных, о том, что вообще за воле изъявления граждан нельзя людей сажать. А тут речь идет о том, что сажать за репост. И они говорят, ну, наверное, не стоит. Очень хорошая формулировка. То есть, если просто за репост, наверное, не стоит, то если вы репостнули и лайкнули, то вас, наверное, на дыбу нужно повесить. Ну, Верховный суд, посмотрим, где он окажется через год. В полном своем составе. Пьянку устроить сегодня нет? Не устроим. Да, ну и основная тема... А, давайте на вопросы. Я, пардон, у меня еще вопрос. Сегодня очень много вопросов, потому что не было эфира вчерашнего. Вот заканчиваем тему с вопросами. Так, сейчас, одну секунду, куда-то у нас один вопрос убежал. Вот он. Так, ну, несколько вопросов, коротко по ним пробежимся. Вот такой вопрос. Серега, всплывающую рекламу деньги получаете или нет? Если получаете, я буду специально ее включать, тратить свое время на нее. И вместо перевода денег я хочу немножко заработать вам на кликах. Скажите, надо или нет? Очень хорошая мысль. Мы уже говорили о том, что надо. Значит, поясняю для тех, кто не в курсе. То есть реклама, которая при просмотре наших видео в записи появляется. В большинстве своем люди ее пропускают, что, естественно, экономит свое время. То есть там можно 5 секунд вы обязаны посмотреть, потом пропускаете. Если вы эту рекламу досмотрели до конца, мы за это получаем определенные микроскопические, но все же деньги. Если вы перешли на сайт рекламодателя, то есть щелкнули на какую-то ссылку, мы за это получаем там чуть большие, но все равно микроскопические деньги. Таким образом, вы можете делать свой вклад, помогать нам финансово. Если у вас нет возможности пересылать нам средства реквизитами, мы все понимаем, в какой стране мы живем, в каких условиях экономических. Поэтому вы можете вот таким образом тратить свои полминуты в день и во время эфира 5 минут потратив на просмотр рекламы, вы можете нам помочь финансово. Это будет очень хорошая помощь. Многие люди нам говорят, приезжайте в тот город, приезжайте в другой город. Но вот скажем честно, мы сейчас на нуле, абсолютно на нуле. Приехали в Москву, можно сказать, на последние деньги. Вячеслав Вячеславович не даст соврать, если бы он был здесь, подтвердил бы. И Дима тоже подтвердил бы. Поэтому ваша финансовая помощь будет кстати, скажем так. Так что очень хороший вопрос. Да, вот тут, нет, давайте я это оставлю на сладкое. Оставим на сладкое. А вот здесь еще один вопрос у нас есть. Да, лампа есть, кота нет, кот будет. Ну вот видите, вы спросили, и лампа исчезла. Но потому что мы в другом помещении, да, в другом городе даже, в другой области. Но пока еще в России. Надеюсь, что не пока еще, а совсем в России. Лампа исчезла, кота не будет, потому что не люблю котов. Обещал коротко. Хотя у меня есть кот, но я не люблю котов. Да, и вот вопрос, я его вычленивал из дискуссии. Вопрос, наверное, не вопрос, а реплика. Что-то не хочется такой революции, после которой мат легализуют и будут по телевизору. Который, я все равно, правда, не смотрю. Во всех фильмах, на улицах, в метро, в магазинах будут ругаться матом. Это к вопросу о том, что я ругаюсь матом. Вячеслав Ильич обещал матом не ругаться. Но я, во-первых, не ругаюсь через слово. В эфире, по крайней мере, да. И вот хочется мне ответную реплику сказать, что если, в общем-то, какая-то смена власти произойдет, вследствие которой у нас не будет Шуваловых, не будет его собачек, у людей будет доля в национальных богатствах, будет уровень жизни намного выше, чем сейчас, будет средний заработок, как в Европе, не будет вот этих Путиных, Тимченко, Ротенбергов. Люди будут сами решать свои вопросы на местах, люди будут вообще просто иметь какое-то право голоса, то хуй с ним, пусть матерятся. И, конечно, никто не говорит о том, что будет какое-то матершинное лобби, и что мы будем всех заставлять материться, конечно, нет. Но хуй с ним, пусть матерятся. Это, я думаю, не самое главное, и никто не умрет от того, что я сейчас два раза матернулся. Еще есть потенциальная аудитория, понимаете, но наша потенциальная аудитория, это не дети. Я понимаю, что кто-то нас смотрит с детьми. Вячеслав Ильич как бы решил, что матом ругаться не будет. Ну, я ругаюсь матом время от времени, извините. Русский марш. Русский марш прошел вчера во многих городах России. Но сейчас я скажу тогда общее мнение. Для начала перечислю города. Вологда, Екатеринбург, Москва, Новосибирск, Пенза, Псков, Санкт-Петербург и Тула, и Саратов. Естественно, это города, в которых прошли непосредственно русские марши. Ижевск, Кипр, Калининград, Крым, Севастополь и Сосногорск. Это города, в которых прошли акции солидарности. То есть там, где не согласовали... Лучше бы ты сдох. Как-то даже не оригинально. Как-то я даже не обиделся. Вот представляете. То есть там, где не согласовали русские марши, там прошли акции солидарности. Либо одиночные пикеты, либо какие-то расклейки, раздачи листовок. Ну и так далее. В Саратове прошел русский марш в том числе. Я был, в общем-то, одним из его организаторов. Организаторов сердечно благодарю всех людей, которые помогали нам в организации саратовского русского марша. В первую очередь, это, конечно, Сергея из Саратова, Женю из Саратова, Мишу из Саратова, Никиту, большое спасибо, Никите из Саратова, Даши из Саратова. Несмотря ни на что, большое спасибо. Что еще сказать? Вот покажу вам фотографии. Давайте не буду, в общем-то, о чем-то рассказывать. Покажу фотографии и скажу какое-то короткое мнение. Вот в Вологде прошел русский марш следующим образом. В Вологде. Кстати, достаточно много людей. Вот в Саратове запретили шествие, в Вологде шествие не запретили. Радует несколько десятков человек. Флаги, все как полагается. Ребенок впереди марширующий очень воодушевляет. Это хорошо. Екатеринбург вам покажу. Екатеринбург тоже порадовал. Вот если вы вглядитесь, то сейчас я дальше даже покажу более близко, но в конце колонны справа вы можете увидеть весьма, как сказать, знакомый наверняка большинству зрителей флаг. Выглядит он вот таким образом. Но здесь он маленький. Большое спасибо нашим соратникам из Екатеринбурга, которые вышли на акцию с нашей символикой. Вот я не знаю, видит ли меня этот мужчина. Давайте я даже выключу. Вот так видит ли меня этот мужчина. Я не знаю, смотрит ли он мою программу. Может быть, не смотрит. Я в плохих новостях тоже продублирую. Большое вам спасибо, екатеринбуржцы. Все, кто вышли под нашей эгидой, мы вас даже не призывали. Вот все свидетели. Мы не говорили, что давайте выходить с нашими флагами. Однако вы проявили себя и уже, в общем-то, показали, что есть у нас ядро, которое может в Екатеринбурге что-то решать. Пускай это не тысячи человек, но ядро, оно никогда из тысячи человек не состояло. Даже если мы вернемся к Ленину, о котором я в начале эфира говорил, у него тоже ядро состояло не из тысячи человек. Вот так выглядел наш флаг поближе. Очень хорошо, очень меня порадовал. Вячеслав Ишлавович увидел эту фотографию, тоже очень порадовался. Хорошо. То есть мы никого не призывали выходить с нашей символикой. Люди вышли, сами за свои деньги ее сделали. И, в общем-то, нас поддержали таким образом. Мы поддерживаем, в свою очередь, вас. Спасибо вам большое. Новосибирск. Вот так выглядит. Опять 5.11.17. Большое вам спасибо, Новосибирск. На этот раз, да, тоже. В общем-то, я уже сказал, да, никого не призывали. Люди вышли и поддержали. Тоже вот Новосибирский марш. Опять мы видим, кстати, достаточно многочисленный. Ну, в среднестатистической форме, которая сейчас есть. И вот тоже мы видим еще один флаг 5.11.17. Это опять-таки Новосибирск. Большое вам спасибо, сибиряки. И до вас, вот, к сожалению, не доехали в этом году. Надеюсь, что еще с вами вживую со всеми увидимся. Псков. Псков тоже провел русский марш. Порадовало то, что, я так понимаю, там был объединенный марш с партией Великая Россия. Саверий. Вот, ну, радует, что хотя бы, если в Москве нет общего понимания, то хотя бы в регионах люди как-то могут объединяться. Ради общих идей. Псков молодцы. Большое вам спасибо. Тула. Тула. Меня очень удивило. Туле, вот сейчас я это, давайте выключу, чтобы вы меня видели. Туле, отдельный респект, жму вам руку, аплодирую. Вы провели автопробег, вы провели, наверное, один из самых крупных маршей в регионах, при условии того, что у вас не такое большое население, ну, там, относительно Новосибирска, например, того же самого, хотя Новосибирск тоже молодцы. Вот, поэтому вам большое спасибо. Вы реально очень молодцы. Вот, я прям удивлен был, вот, серьезно. Если бы мне кто-то неделю назад сказал, что в Туле будет настолько качественный и количественный русский марш, я бы удивился. Большое вам спасибо, Тула. Покажу вот вам еще фотографии из Тула. Вот так выглядит. Да, может быть, это не тысячи человек, но это очень организованная группа. Вот так они выглядят. Национальный НСР, данный, нет, не НСР, это сейчас, как же они называются? Где-то у них банка был. Вот я помнил 10 минут назад. Напишите в чате, как называется эта организация. Причем я помню, я просто почему-то вылетел из головы. Пензу вам покажу. В Пензе прошла вот такая немногочисленная акция, но очень важная. Вот я сейчас тоже про немногочисленные акции скажу. В Питере акция против запрета русского маршрута, русский марш там запретили, прошли серии одиночных пикетов. Мне очень понравился лозунг «За трезвое государство». Действительно, у нас государство находится в определенном опьянении, опьянении от своей безнаказанности. То есть они, в общем-то, не ведают, что творят. Поэтому «За трезвое государство» очень хороший лозунг, мне нравится. Краснодар. Вот тоже акция поддержки. Люди вышли, в общем-то, им не разрешили провести какую-то согласованную акцию. Они просто вышли и, в общем-то, выразили свою поддержку русскому маршу в тех городах, в которых он был. И вот, знаете, люди какие-то... Вот я сейчас чат свернул, я даже не смотрю, что там происходит. Я уверен, что кто-то напишет, вот, вышли там пять человек, вышло два человека, вышло три человека. Вот, знаете, я в русском марше первый раз поучаствовал в 2012 году в Саратове. Там было несколько сотен человек, ну, порядка 600. Потом я участвовал в маршах, в которых было и по 30 человек в Саратове. И вот вчера у нас было, да, там чуть больше 100 человек. Я вам могу сказать, что люди, которые участвуют в русских маршах, в которых тысячи людей, это гораздо проще, когда вокруг тебя тысячи людей, когда ты видишь поддержку, когда ты видишь сторонников, когда это модно, а не так давно это было модно. Давайте вспомним. Когда люди приходили просто, как бы, покричать, помахать руками, позиговать иногда, да, помахать какими-то флагами, значения которых мало кто, в общем-то, всматривался. Были такие люди. Я не говорю, что это большинство или меньшинство, такие люди были. Вот люди, которые выходят один человек, два человек, семь человек, пять человек, когда они запрещают, когда есть реальная возможность того, что их задержат, на них возбудят административное или даже уголовное дело, и вплоть до того, что они могут оказаться в тюрьме за то, что они просто вышли в Краснодаре или в Питере. Вот эти люди, они требуют намного большего уважения к себе, чем даже те люди, которые вышли в Москве, там, сотнями или тысячами. Вот это мое мнение. Не хочу обидеть москвичей. Большое вам спасибо и москвичи, и краснодарцы, и питерцы, и крымчане, и в Севастополе. Прошла, в общем-то, тоже акция солидарности и поддержки. Вот выйти одному, вдвоем, втроем, в пятером, без масок, показать свои лица под угрозами в нынешнем государстве, это требует уважения очень большого. Москва. Москва выглядела вот так. Кто пропустил, давайте я хоть чат открою, посмотрю, что вы там. О, как я удобно открыл чат, смотрите, сколько тут можно забанить. Тебя забаним. Тебя забаним. Как хорошо, прям на душе стало тепло. И как-то прям это... Жить помогает. Москва выглядит вот так. Напомню, что по официальным данным МВД, которые с удовольствием растащили всякие официальные средства массовой информации, в Москве было 350 участников. Ну вот я вам покажу фотографии из Москвы. Вы можете сами оценить, где здесь 350 участников. По нашим данным мы сегодня встречались с людьми, которые, в общем-то, были вчера на русском марше. Мы же сами сейчас находимся, в общем-то, в Москве. По самым скромным подсчетам, полторы тысячи участников, по самым скромным, по таким оптимистичным, порядка трех. Но это всегда так очень сложно оценивать, потому что нужно понимать, что есть колонны, где идут там 2000 человек. Есть люди, которые идут вокруг и, может быть, не хотят примкнуть к колонне, но они сочувствующие. Есть люди, которые, я не знаю, там, прохожие. Есть люди, которые на митинг пришли, но не пришли на марш. Есть люди, которые ушли после марша и так далее. Поэтому сложно всегда оценивать. Вот вчера меня спросят, сколько было людей в Саратове. В самый пик было 93 человека. Однако приходили десятками люди. Уходили, приходили. То есть в общей сложности посетило мероприятие порядка 150 человек. И я не имею в виду каких-то прохожих бабушек. Я вообще не считаю только тех, кто принимал участие. Поэтому всегда это сложный вопрос, как считать участников. Про то, как считать участников, я еще сейчас расскажу. Вот тоже 350 человек, судя по всему, по их мнению. Вот так. Очень хороший флаг. Он всегда уже символом таким русского марша стал. Вынесли в очередной раз. Это очень хорошо. Да, ну и благодарим, конечно, соратников из Кипра. Вот многие видели эту фотографию. Россия – это Европа. Абсолютно с вами согласен. Да, я думаю, сложно с этим, в общем-то, не согласиться. Потому что Россия – это точно не Азия, как нас сейчас пытаются убедить. Россия – это Европа. Поддерживаем Кипр. Спасибо вам. Так, какие-то еще вопросы у нас, по-моему... Нет, вопросы закончились. Давайте тогда перейдем к новостям. Сегодня новостей будет не очень много. Ох, и здесь еще можно забанить. Как хорошо. Давайте посмотрим, что в бане происходит, что в чате происходит. Нет там никаких 3500. Да вопросов нет. Ну, 350, вы хотите сказать, там есть? Я, кстати, может быть, с вами соглашусь. Может быть, там нет 3500. Где 350, покажите мне. Так, ну ладно, давайте вернемся тогда к новостям. Коротко сегодня в Новосибирске. Вот новость, которая обошла весь интернет, но я не нашел первоисточника. Не исключаю, даже, наверное, скорее, это фейк. Но фейк очень забавный. В Новосибирске прошел молебен о прекращении снегопада. Ну, правильно, зачем чистить улицы? Зачем, в общем-то, принимать какие-то меры против гололеда? Нужно просто помолиться, и, в общем-то, снег перестанет идти. Вот у нас прошел тоже крестный ход в Саратове. Очень мне понравился. Я не случайно взял эту новость. Крестный ход шел прямо мимо нашей конторы на Чернышевской. Прямо мимо нас проходил. Вот прямо из окна я видел этот крестный ход. И я так захотел. Я уже даже вот практически полез открывать окно, но что-то не стало, в общем. Думаю, ладно, как-то люди не поймут. Хотел открыть окно и начать кричать «Богородица Путина!» Прогони, причем я считаю, я вот специально об этом говорю, не хочу обидеть православных людей, потому что я считаю это совершенно православным лозунгом. И Путин, естественно, уж точно не православный человек. И это, в общем-то, по всем канонам православия, это человек, который ведет Россию, в общем-то, в ад. И поэтому и Богородица, и все святые должны, в общем-то, как-то с православной точки зрения на это обратить внимание, скажем так. Окунев, хочешь, ты скажи, я тысячу раз говорил. Не Вячеславович, Владимирович я. Так, да, и вот я почему-то же взял эту новость про... Вспомнил, вернее, про крестный ход. Мне понравилось, на одном из саратовских информационных агентств написали, что в крестном ходе участвовало 70,5 тысяч человек. А на другом информационном агентстве написали несколько десятков. Но, интересно, несколько десятков, это они имеют в виду 75 десятков или как? Но я думаю, что, наверное, все-таки те, кто написал несколько десятков, были более... 750, конечно, десятков, да. Были более близкие к истике. Нет, было много народу на крестном ходу, я не отрицаю. Намного больше, чем на русском марше, естественно. Но не 7,5 тысяч, в этом я уверен. И новость, которая нас тоже очень взбудоражила, мы о ней прочитали впервые в поезде, когда ехали в Москву, вертолет эвакуировал людей, застрявшего во льду баржи на Амуре. Кто-то зовет меня, нет? Вертолет эвакуировал людей, застрявших во льду баржи на Амуре. И вот возбудила нас эта новость тем, что туда отправили вертолет Ми-8. Я так понимаю, я, по крайней мере, нашел такую информацию, хотя там она разнится. Но вот по последним данным, вроде бы, Ми-8. Ми-8, как мы знаем, очень любит падать. И особенно очень любит падать, когда кого-то эвакуируют. Это уже классика. Поэтому, когда я услышал, что туда отправили Ми-8, я прям как-то вот скрестил пальцы за людей, которые там находятся. К счастью, всех спасли. В общем-то, пострадавших в результате происшествия нет. И вот как-то действительно... Хорошая новость. Вот говорят, редко у вас хорошие новости. Хорошие новости. В Москве автобус столкнулся с автокраном и двумя легковушками. И вот тут джаляп, да? Как говорится. Так, ну ладно, давай я тебя забаню. Ну ты так прям... Я уже думаю, ну ладно, не буду. Нет, ну надо. Ну ты так хочешь. Ну давай забаним тебе. Хорошо. Договорились. Ты уговорил меня. В Москве столкнулся автокран с двумя легковушками. И, конечно, новость, которая, ну, прям по всем канонам, да? То есть я три выпуска подряд бью во все кола, кричу, что происходит ДТП с автобусами, люди мрут в неимоверном количестве или получают травмы. Десятки, сотни людей уже за вот сколько... Даже те информации, о которой я только говорю, давайте посчитаем, сколько там людей пострадало, уже, наверное, по тысячу. И мы говорим о том, что падают автокраны, падают краны, падают на людей и так далее. И происходит ДТП с автобусом и автокраном. Но это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Поэтому в очередной раз сейчас... Сейчас вот мы специально не поехали на машине, поехали на поезде. Очень сложная обстановка на дорогах. И снег, и оттепель, которая потом заканчивается, в общем-то, заморозками, да? Поэтому просим людей, которые либо на машинах часто ездят, либо на автобусах в первую очередь. Если у вас есть возможность, останьтесь дома. Избегайте как-то, потратите, может быть, больше денег. Используйте поезд, но это будет намного более безопасно, потому что уже вот это за гранью статистики. Каждый день бьются автобусы, это за гранью статистики. Чаек меня вот просили, говорят, почему чай не пьешь? Я пью чай, вот он у меня стоит. Это уже такая фишечка, да? Четверо жителей Саратовской области погибли, отравившись угарным газом. Опять угарный газ. Вот не хочу шутить на эту тему, но вот не хватает только, да, чтобы автобус въехал в авто кран, и все погибли от угарного газа. Не смешно совсем, понимаю, извините, но опять каждый день мы слышим эти новости. Четыре человека погибли, ну, уже скоро десятками будут в одной квартире умирать, да. И вот спрашивают, какая-нибудь история про угарный газ. Ну, я делал один раз материал о том, как погибла семья в Саратовской области от угарного газа. Был в этом подъезде, общался с людьми. Конечно, потрясающая ситуация, потому что когда человек бьется, например, в ДТП, да, всегда можно сказать, что водитель совершил ошибку. Или вот есть как-то вот эта вот точка, да, невозврата, когда вот что-то произошло, и человек погиб. А тут просто человек лег спать и не проснулся, и вся семья не проснулась. Жуткая история. Да, на складе горюче-смазочных материалов в Бишкеке произошел пожар. Тоже мы говорили о том, что будет волна пожаров на всевозможных заводах. Началось это с Татарстана, где произошел пожар, мы помним, на НПЗ. И вот сейчас опять горюче-смазочные материалы. То есть не просто на заводах, а на заводах, где высокая степень пожароопасности. 2,5 тысячи квадратных метров горело склада. Ликвидировали его 6 пожарных расчетов. Тут я вообще ничего не понял. У нас иногда какой-то сарай горит, его 6 пожарных расчетов тушит. А там 2,5 тысячи квадратных метров. Но я так понял, что они просто пришли к выводу, что его даже тушить не надо, потому что это бессмысленно. И это, кстати, на самом деле логично. Я вам сейчас покажу, как там горело. Там было бы 6 или 26 или 126 расчетов. Я думаю, что едва-либо что-то потушили, пока не прогорела бы основная в общем-то составляющая которая в этом пожаре участвовала вот так выглядит пожар да вот тургеневский мост в краснодаре не перестает разрушаться нам эту новость прислали наши сад наши соратники из наши саратовцы до наш соратники из краснодара в общем то новости на самом деле классическая его я так понимаю безуспешно пытались отремонтировать и там шов который в этом мосту есть он лопнул потом лопнул второй раз и нет вероятности того что он не не лопнет третий раз но у тебя знаете что хочу сказать я загуглил и выяснил что этот мост начали строить в 1978 году закончили там ну следовательно 80 до 20 века естественно то есть этому мосту насколько но там 30 с небольшим лет до порядка 30 лет вот я вам хочу показать фотографии кто-то ко мне ломится вячеслав мальцев небезызвестный здрасте что слышать фотографии вам хочу показать моста которому не 30 лет не вам я считаю людям мост рушится говорят мост которым 30 лет а я хочу показать вот этот мост карты саратовской области у нас находится сейчас я только найду вот так он выглядит этот мост и вот здесь вы можете видеть надпись нет надпись 1909 вот ее отсюда не очень хорошо видно но ее видно вот отсюда где написано что сооружено в 1909 году в царствование императора николая второго это действующий мост который не него не ремонтировали ни единого раза и кстати выглядит он весьма неплохо вот так и дорога лучше чем у нас в некоторых частях центра города саратова поэтому когда говорят о том что разваливаются мосты которым по 20 по 30 лет но это вопрос наверное все таки качеству их в общем-то строительство до изначального потому что вот этот вот этот мост уже сколько получается ему не так давно сто лет было уже сейчас больше лет поэтому я думаю что надо все таки на изначальное качество строительства обращать внимание они потом ремонтировать по 10 по 20 раз подростку грозит четыре года колонии за кражу еды на 81 рубль просит не материться как здесь не материться чувак 23 нет не 23 сколько ему лет 16-летний даже несовершеннолетний 16-летний житель нигде не учится не работает но понятно я не спорю что может быть он какой-то как это сказать а социальный до элемент общества но сейчас его за кражу еды на 81 рубль отправят в колонию но я надеюсь что конечно нет но все-таки на четыре года на четыре года конечно в любом случае нет но все же грабеж он совершил по версии следствия то есть не кражу спрашивает почему уголовное дело потому что грабеж 100 штат 1 статья если не ошибаюсь уголовного кодекса на 81 рубль и 91 копейку он похитил продукты после чего скрылся но вот меня всегда так в таком случае возникает вопрос а у нас цель вообще судебной системы и вот система которая людей отправлять в тюрьму она какая людей исправить или людей добить вот если людей добить 100 без проблем вы замечательно с этой системой справляетесь до с этой задачей если людей исправить то наверное человек в 16 лет который украл какой-то сникер за 80 рублей и улетает в тюрьму на четыре года наверное все таки вы его не исправите вы из него сделаете рецидивиста и в общем-то очень этот человек совсем будет потерян для общества если сейчас 16 лет есть хоть какие-то шансы кстати шанс очень большие что он станет нормальным человеком то после четырех лет в тюрьме конечно никаких шансов уже но будут очень малые шансы скажем так да и вот сайт давайте чай куда говорят что это ратуре вот говорят что многие обращаются к славе на ты я обращаюсь по отчеству хотя с ним давно знаком я даже я думаю веселье что очень скажу давайте я к вам буду обращаться на ты он может быть будет не против мне будет неприятно потому что я всегда к людям которые старше меня обращаюсь на вы ну существенно старше естественно там к 25-летним парням не обращаюсь на вы поэтому это как бы скорее скорее мое да сайт красноярского управления дорог и благоустройства мэрии взломали неизвестные но казалось бы новость абсолютно незначительные потому что сайты это дети делают школьники на уроке информации информатики за 40 минут и это на тройку да и эти сайты там разваливаются сами и вместо информации о деятельности ведомства там появилось одно слово бездельники и вот я может быть и не взял бы этот эту новость если бы она не была от утра 3 ноября я думаю внутри 3 ноября прошло двое суток ну наверное все таки кто-то этот сайт восстановил никто его не восстановил вот по крайней мере до начала до начала эфира я смотрел и сайт все так же остался с одной этой надписью бездельники но я думаю что через пару дней надо дописать реально бездельники потому что они даже никогда же это не парит журналисты все поржали над ними их это даже не парит да и вот я знаю что он смотрит из нижегородской области издан диск с песнями в исполнении валерия шанцева наверняка 99 процентов людей услышавших это спросит а кто же это варили шансов это губернатор нижегородской области то есть прям как в том анекдоте он еще и поет вот я вам сейчас покажу как выглядит этот шансов до куда он у меня убежал сейчас я вам обязательно покажу это нужно увидеть у меня всегда да вот он у меня всегда в таких случаях возникает вопрос где они их берут где они их отыскать кто-то там кому-то моя внешность не нравится посмотрите на этого товарища губернатора шанцева мне кажется у них какая-то вот есть комиссия который мы не знаем то это тайное ведомство кгб до который отбирает вот только таких шансовых вот так вот выглядит этот губернатор шансов и он еще и поет вот наверное сейчас он за написанием новых хита я вот ему прорисовал микрофон сюда да не хватает только микрофона и все и можно в караоке но наверное все вот мы говорили о том что у нас этот захарова да у нас там танцевать будет зарядки ввести на пляжах инди гирки клым и ночь шансов будет подпевать это очень неплохо напишите жители на нижегородской области может быть я зря вашего губернатора ругая может быть он отличный певец и прекрасный управленец но у меня есть большие сомнения на этот счет собственно я обещал сегодня эфир не очень длинный свое обещание я сдержал новости у нас закончились давайте буквально десять минуточек поотвечаем на какие-то вопросы которые у вас наверняка есть пообщаемся я допью чаек у меня вот здесь конфетки все очень хорошо ламповая у нас такая атмосфера сегодня эфир по моему был неплохой напишите как вам эфир шрек да кстати похож на шрека согласен правильно ты ругаешь но болен как я угадал до крепких хозяйственник творческая личность если у меня кит контур согнать омники контур всему сигнать омит дима внизу если он сейчас поднимется я его спрошу если у нас кит контур нету никаких без подстаканника не кошерно но я не стал красить подстаканник у ржд хотя там можно было спрашивать вот как мы доехали нас чуть не убили но на самом деле нет нас попытались убить но так очень деликатно заключался в том что мы ехали в общем-то из саратова москву на поезде и до мичуринска ехали с тепловозом и этот тепловоз жутко вонял и вонял через систему вентиляции то есть мы закрыли все окна и все двери однако все равно жуткий запах был диз топлива просто жуткий что же голова кружилась и 8 терпеть пришлось этот от кричащих той той аж до мичуринска где нас отцепили прицепили электровоз да и мы поехали на электровозе а до этого конечно жутко это все было к вопросу да о качестве наших перевозок пассажирских в россии за счет чего вы собираетесь повысить зарплаты за счет сокращения во первых огромного количества во первых нужно понизить расходы давайте начнем с этого как понизить расходы вот вы меня спросите вот я может быть не экономист у нас кстати есть жуковский экономист мы с ним вот я рассказывал до чтобы жуковским связь наконец-то теперь наладили да то есть он вроде бы принципиальное согласие дал на проведение эфира многие знают этого экономиста молодой человек достаточно одаренный насколько я понимаю по крайней мере читал о нем положительные отзывы и вот как вы собираетесь повысить зарплаты как понизить в общем-то цены вот я вам могу сказать как человек проработавший в сфере жкх как понизить цены на жкх невероятные расходы у нас до большие коммунальные платежи как их понизить у нас существует вот есть горячая вода вот есть вы человека который потребляет эту горячую воду есть компания которая горячую воду производит и казалось бы все логично эта компания вам поставляет эту воду но существует тепло генерирующая компания это первый посредник между вами и тгк да есть там компания по сбору каких там от региональный платежный центр который собирает ваши деньги то есть вы платите тгк выплатить региональному платежному центру помимо регионального платежного центра есть управляющая компания которая ваши деньги собирает и отправляет в этот платежный центр естественно с процентом а иногда ничего не отправлять но это отдельная история есть всевозможные компании которые занимаются ремонтом и обслуживанием сетей, и это уже другие компании, и они, смешной вопрос, сейчас я на него обязательно отвечу, и они тоже себе берут определенную мзду, то есть мы видим, что между вами и, в общем-то, владельцем этой, скажем так, потребителем и человеком, который предоставляет, компании, которые предоставляют услугу, есть десяток посредников, огромное количество посредников. Если мы исключаем всех этих посредников, это совершенно необходимо, то мы получаем экономию, там, порядка 130%, это не я так придумал, это вы можете почитать об этом, порядка 130%, вот теперь вы берете свою платежку и вы увидите, там, насколько вы можете, в общем-то, сэкономить, да, то есть огромные суммы, порядка 130% вы не экономите, пардон, порядка 130% накручивают все вот эти компании, то есть на самом деле это огромные суммы, огромные суммы теряются на посредниках, поэтому как снизить цены, вы думаете, с топливом как-то иначе, вот заправки, которые находятся, все тоже так же, коммунальные платежи, все тоже так же, батон хлеба, который у вас лежит на прилавке и батон хлеба, который выезжает из пекарни, это совершенно разные цены, это астрономическая накрутка, исключая всех этих посредников, которые на самом деле не нужны, которые занимаются отмылом денег, на самом деле, вот, все очень просто, таким образом мы сокращаем цены, рост доходов, если мы говорим про рост доходов, у нас есть огромное количество природных ресурсов, которые сейчас находятся у всяких Тимченко, Ротенбергов, Шуваловых, Сеченых, там, и все, и так далее, исключая всех этих Шуваловых и Сеченых и получая долю в национальном богатстве, как мы, в общем-то, об этом и говорим, мы повышаем уровень дохода человека в десятки, наверное, раз, относительно того, что есть сейчас. Налаживай общение с народом, твое балабольство никого не интересует. А как мне налаживать отношение общения с народом без балабольства? В смысле, я вам должен на сурдопереводе, я знаю сурдоперевод, я хочу, я вот тебе буду сурдопереводом дублировать. Ну, не идеально знаю, так что ты там будешь как-то это, выкручиваться. Новый коммуняк, вы угораете в Швеции, в Швейцарии, там коммунизм. Вот Александр Аксенов, ну ты почитай, загугли, посмотри, в Швеции, в Швейцарии, там коммунизм. Ну, наверное, не коммунизм. В Финляндии коммунизм, в Чехии коммунизм, в Дании коммунизм, да в половине Европы там что, коммунизм? Там слово-то такого уже не помнят, коммунизм, и там везде это есть. То есть убрать те компании, которые занимаются махинациями, это коммунизм. Да похуй, значит я коммунист, если я хочу убрать эти компании. На самом деле нет, я конечно не коммунист, я просто хочу, чтобы не воровали мои деньги. Конфетки, да? Конфетки. То есть ничего развивать не нужно, но это вот, вот знаете, ладно, мы об этом сегодня вечно, давайте скажем. Конечно нужно. Будет ли перископ с салютом? Хорошие мысли, давайте запустим. Совок говно, я с вами согласен. Я правда не жил при совке, но я уж точно не хочу в совок. И вот мне тут спрашивают, скажи, что ты гражданин СССР. Я тебе объясняю, что я родился, во-первых, после того, как СССР рухнул. Поэтому я никаким образом не гражданин СССР, если ты мне хочешь начать вот эти басни рассказывать, извините, это может быть кого-то отпугнет, может быть кто-то отпишется, может быть кто-то поставит мне дизлайк. Я знаю, что большое количество фанатов теории того, что мы все живем в Советском Союзе, потому что там какие-то действия были проведены неправильно. Я огромный противник этой теории, не потому что я Советский Союз не люблю, потому что я не люблю наивных людей. Вот огромное количество наивных людей, которые живут в своем мире, у них там Советский Союз, у них нет никакого Путина, не надо ничего делать, потому что есть Советский Союз. Но, наверное, это не так. Это во-первых. А во-вторых, люди, которые тянут нашу страну назад, мы и так находимся, мягко говоря, не очень в хорошем положении. Да, нас еще тянут назад. Я понимаю, за счет чего. Кто тебе сказал, что СССР рухнул? Я тебе объясняю, что СССР рухнул. Ты будешь с этим спорить? Ну, вот ты мне скажешь там, что есть какие-то законы, относительно которых СССР все еще легитимен. Я тебе отвечу совершенно конкретно. Есть законы, это не шутка. Я тебе готов, вот у меня нет правды в голове, я тебе готов ссылками выложить. Законы, относительно которых Российская империя до сих пор у нас в России. Окей, я тогда имперец. Я тогда из Российской империи. Я гражданин Российской империи. Крестьянин, мать-перемать. Не люблю эти разговоры вот про то, что у нас СССР. У нас не СССР. Если вы живете там в каком-то своем мире, где у вас СССР, ну хорошо. Я в вашем мире не живу. Лучше СССР, чем сегодняшний день. Может быть я согласен, но нам же нужно не назад идти, нам нужно вперед идти, понимаете? Раньше было лучше. Ну, это классический аргумент. Надо, чтобы не раньше было лучше, надо, чтобы дальше было лучше, чтобы завтра было лучше, а не вчера. Я что-то кричу сегодня, извините. Эй, что-то я все ломать начал. Не, я не горячусь. Я, кстати, совершенно спокоен. Я то, что я кричу руками машу, это не говорит о том, что я как-то... Я вообще... Спокойный человек. Я спокойный человек. Серега, ты понимаешь, что 85% в стране это просто вата? Согласен с вами отчасти. Может быть не 85, а большая часть. Теперь, внимание, вопрос. Вот по-вашему, да, вот 80%, 70% там в стране это вата. Вот у меня возникает вопрос. Мы с вами видим, как эта вата эволюционирует. Если кто-то считает, что вата не эволюционирует, я вас обижу, огорчу, да? Вата эволюционирует. Эволюционирует как? Сначала вата была демократами. Да, то есть пришел Ельцин, и мы были демократами. У него была своя вата? Ну, конечно, была. Ее было меньше, она была немножко другая. Я все согласен, это уже детали. Была вата, хорошо. Она была демократами. Потом мы стали там какими-то социалистами. У нас там стала социально адаптированная экономика. Пришел Путин. Стали вата социалистов. В итоге это сейчас можно долго идти. Потом там был Медведев, который вообще электронную демократию предложил развивать. И в итоге доразвивал ее до такой степени, что мы до сих пор эти плоды пожираем. А в итоге сейчас у нас пришел фашист Путин. То есть Путин деградировал или, я не знаю, эволюционировал до уровня фашизма, а вата превратилась в фашистскую вату. Вот я вам объясняю, нам там говорят, что мы фашисты. Но это большинство людей знает, вот те, кто не знает. Я вам объясняю, что такое фашизм. Главные аспекты фашизма это вождизм. У нас есть в России вождизм? Конечно, есть. Все плохие, только царь хороший. Это называется вождизм. Чтобы решить минимальный вопрос с какими-нибудь коммунальными платежами в Перепердищево, над пешком дойти до Москвы, постучать к Путину и сказать, царь, батюшка, помоги. Это называется вождизм. Блин, друг, я тебя забанить не хочу, потому что это неправильно. Но я тебя забаню, если ты будешь так писать. Не суть. Это называется вождизм. Это один из признаков фашизма. В фашизме главенствующую роль играет государство. То есть государство, которое главенствует над народом. У нас сейчас государство главенствует над народом? Естественно, да. Государство в плане машины, в плане системы. То есть системы. И государство в плане людей. То есть механизмов этой системы. Людей в смысле всяких Шротенбергов, Тимченко, Путиных и так далее. То есть это самый натуральный фашизм. То есть у нас сейчас фашистская вата. Теперь у меня внимание вопрос. Вот завтра придет Путин, мы возьмем там, фу, Путин, что я несу, завтра придет Мальцев, пардон, я оговорился, завтра придет Мальцев, по телевидению будут рассказывать о том, какой Путин вор, на самом деле, без шуток, будут показывать эти показательные суды, мы будем рассказывать, какой Мальцев молодец, ну, грубо говоря, да, на пальцах. Вы что думаете, вот эта вата, она как-то будет иначе мыслить? Да она будет в ладоши, хлопоти, говорить, какие мы молодцы, какой Путин фашист, и какой он негодяй, и они громче всех будут кричать распять его, у нас с вами будет вопрос, как Путина обезопасить, потому что вот эта вата, которая сейчас там им каким-то образом там управляемая, да, она потом ставится совершенно неуправляемой. Или вы думаете, что вот эти люди, которые там выходят на митинги за, там, какую-то стипендию там повышенную, да, или за гречку, да, там, и как это было, за кашку, помните это известное видео 2012 года, а вы зачем пришли на митинг Единой России? Ну, здесь кашкой кормят, вот этот чувак, которого кашкой кормили в 2012 году, он что, пойдет на баррикады Путина, что ли, защищать? Он что, там, автомат возьмет, вот нам говорят, вас там расстреляют, вот этот вот, которого кашкой кормили, расстреляет нас? Фух, пардон. Так, давайте на какие-нибудь еще два вопроса я отвечу, через 10 минут у нас уже здесь начнется... Хорошее мероприятие начнется, я не иронизирую, мы не это... вакханалию не будем устраивать. Да, и люди, кстати, вот нас смотрят, я, пардон, вернусь, люди, которые вот нас там смотрят, которые из Советского Союза, вот вы мне объясните, вот я в Советском Союзе не жил, я там молодой, у меня нет жизненного опыта, как мне говорят, вопросов нет. Вот вы старые, и у вас есть жизненный опыт, вот вы мне объясните, как старые и с жизненным опытом. С Советским Союзом было как-то иначе? Ну вот если я вернусь к вам, там, вот вам там 50 лет, вот я вернусь к вам в каком-нибудь 80-й год и скажу, что через 10 лет Советского Союза не будет. Да вы мне пальцем у виска покрутите и скажете, что Советский Союз нерушим, КГБ всех расстреляет, всех победит и так далее. Что в итоге мы увидели? Что, очень много людей вышло в Советский Союз защищать? Кстати, я не говорю, что это правильно или неправильно, там, в условии того, что был Ельцин и противостоял ему Советский Союз. Я, может быть, и не знаю, кого в данном случае надо было поддерживать. Ну знаю, но не буду как бы об этом рассуждать сейчас, да? Мы все это увидели. В 91-м году сколько человек погибло? Нам рассказывают, вы зальете улицы кровью. Сколько людей погибло в 91-м году? Когда нерушимый СССР снесли? Три человека, которых случайно танком задавили? Не, вечная память им, вопросов нет, но... Ладно, друг, извини, ты напросился. Вот потом скажет, что я тут репрессии устраиваю. Я вот так сделаю, я тебя не забаню. Написать ты здесь больше не сможешь. Без обид. Да, я бандит из 90-х. Мне пишут, я не жил в СССР, я бандит из 90-х. Ну тебя я даже без предупреждения, без объявления войны забаню. Давайте последний вопрос. Какой-то у нас эмоциональный эфир сегодня, пардон. Что с салютом? Салют запустим в 8 часов. Все как полагается. Все люди, кто смотрит нас по московскому времени, вперед запускать салюты. Привет Пятигорску, передай. Пятигорск? Солнечный Пятигорск, привет. Что за смешной вопрос был? Являюсь ли я гражданином СССР? Знаешь ли ты, что ты гражданин СССР? Знаю, что я не гражданин СССР. Причем по всем параметрам не гражданин СССР. Сергей Владимирович, очень смешно. Где можно с вами селфи сделать? Отвечаю на ваш вопрос совершенно четко, без юмора. Значит, Сергей Владимирович, Мокневым, и Существович Лавчим Мальцевым, можно сделать селфи в Московской области, в Одинцовском районе, в поселке Лохино, где же еще? Улица Родниковая, дом 22. И в случае, если вы вдруг хотите записаться на прием по селфи, значит, номер телефона, ну, нет, я шучу, не надо никуда записываться, просто можно позвонить. Номер телефона 8953-2511-17. Вопросы, как Мальцев видит то или иное, ну, наверное, я должен быть Мальцевым, чтобы вам ответить на это. А я, вопреки ваших конспирологических теорий, не Мальцев. Фамилия моя, не Мальцев. Сергей отвечает на другой чат. Алан. Ланкастер. Нет, я отвечаю на тот чат, в котором ты пишешь. В 93-м году погибли до хера народу в Белом Доме. Ладно, мы сейчас будем... Давайте мы сейчас дойдем там. Дайте, не будем. Сейчас позвонит, скажет, что у вас бомба. Ну, хорошо, звоните. Поржем. Селфи по записи, да, я пошутил. Чего вы? Так, ладно, до 19.00 дотянем, давайте. 18.54 на моих часах, 6 минут поотвечаем на вопрос. Бодренько у нас все это, мне прям самому хорошо. Какой крутой номер, вы обижаете. Сергей, а привет мне, можно? Андрей. Так, Андрей куда-то убежал. Андрей. Равбунас. Или Равбунас. Привет тебе, Андрей. Можно. Привет. Сергей, пока твои ровесники или ты не станешь президентом, так и будет КПСС. Ну, не будет КПСС, вы поймите. Во-первых, люди не хотят в КПСС. Но это единицы. Это там, я не знаю, вот. Нам вперед нужно идти, не назад. Даже если сзади что-то было хорошее в прошлом, нам нужно в будущее идти. Где Эдик пропал? Ответь. Я ему запрещаю приходить на этот канал. Он постоянно мне звонит. Говорит, Сережа, ну можно? Ну, пожалуйста. Я так хочу пообщаться с моими зрителями. Я говорю, нет, Эдик, ты не будешь общаться с своими зрителями. Он приходит у нас под дверью, ночует, иногда скребется. Я говорю, нет, ни в коем случае. Запрещаю Эдику приходить. Это шутка, конечно. Это, конечно, шутка. Сейчас кто-нибудь вырежет и уберет вот это окончание, что это шутка. С Эдиком все хорошо. Настолько, насколько может быть хорошо в путинской России. Привет из Крыма. Крыму привет. Привет. Не знаю такого города, простите. Спрашивают, что бы ты сделал с патриархом Кириллом? Ты сам верующий. Интересный вопрос. Я верующий, не православный язычник. Я об этом говорил. Что бы я сделал с патриархом Кириллом? Пришедшая церковь реформировать... Пришедшая церковь реформировать... Пришедшего церковь менять гоните, ибо бес он. Да, или бесами... Ибо бесами ведом он. Как-то так вот, кто христианин, меня поправьте. Да, то есть, очень удобная позиция. Да, то есть, Кирилл святой, с ним все хорошо. А если вы с этим не согласны, значит, вы бесами ведомые. Мне наплевать, я не православный. Поэтому я, значит, могу там быть бесами ведомые или кем-то еще. Поэтому я считаю, что православную церковь, в общем-то, могут реформировать, в том числе люди, не имеющие отношения к православию. Со мной многие не согласятся, и Вячеслав Малецов, наверное, в том числе. Но это мое мнение. Это не значит, что я ее буду реформировать или кто-то другой, так или иначе. Не, если вы хотели услышать, там, как его повесить, в какой позе, но это неинтересно. Так, ну, ладно, 2 минуты обещал до 19. Да, вопрос вот задали, на который у меня пока нет ответа. Но он, вернее, есть, но он пока не уверенный. Поэтому давайте до 21.00 его отложим, этот вопрос. Там вот кто-то с Мальцевым фотографируется. Видимо, по моему объявлению селфи с Мальцевым пришли, я слышу, как-то краем уха. Да, хорошо, про СССР тут люди понимают. Сергей, вопрос, если бы пришлось выбирать, с кем оказаться на необитаемом острове, с Путиным или с Гитлером, кого бы выбрал ты? Не очень понял вопроса. Если спросят, в смысле, что вот меня сейчас выдернут из этой квартиры, ну, комнаты, и выдернут Путина из Кемля и вывезут на необитаемом острове, конечно, с Путиным. Ну, естественно, очевидно. Пусть он лучше на необитаемом острове. Там, глядишь, как-нибудь кокос на него неожиданно упадет, да? Вот, и найдут его потом с кокосом в голове. Поэтому, конечно, с Путиным. А если с исторической точки зрения, с кем бы, кого я там больше не люблю, ну, с Гитлером было бы интересно пообщаться хотя бы. Чтобы его, да, Путина, чтобы его бить. Ну, как один из вариантов. Нет, в смысле, вопрос, а ты есть ли я, я две минуты назад ответил, что я язычник. Я глубоко верующий человек. У меня постоянно есть религиозные обряды. В общем-то, то есть, я не просто, как вот, тебе знаете, такая определенная мода, да, я язычник, все, я язычник. Нет, я изучаю литературу, множество литературы. У нас есть в Саратове община, в которой, в общем-то, я состою, принимаем участие в праздниках, как в массовых праздниках, которые мы проводим для людей, такие как Масленицы праздники, Коляда, и могут любые желающие приходить, посмотреть, очень интересные процессы. Так и какие-то более такие сакральные вещи есть. Поэтому я точно не атеист, сто процентов. Что думают твои родители о том, чем ты занимаешься? Они не думают об этом. Вы, Путин, дзюдоист, а Адик хотя бы художник. Ну, мы тоже слышим разговор Мальцева, болея, надо ему маякнуть. 19.00, это намек, чтобы я пошел вон. Не буду занимать больше ни минуты вашего времени. Большое спасибо за то, что вы нас смотрите. До новой исторической эпохи ровно год. До следующей нашей программы на канале РП-Готовка. Периферийного зрения сутки до... А, нет, не сутки, пардон, двое суток, завтра воскресенье. До программы Вячеслава Мальцева, в общем-то, в 21.00 по традиции. В 20 часов запускаем фейерверки по московскому времени. Но если вы из Москвы нас смотрите, если не из Москвы, то кто-то уже запустил, мы знаем, на Дальнем Востоке уже давно запустили. Нам присылают видео. Обязательно эти видео покажем. Смонтируем в единую видео. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо за внимание. До свидания. Ой, все, крушить начал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok